А если честно, то борьба мне нравилась, и нравилась она мне всегда. Вот вернувшись на круги своя, то, чем я занимался. Пел, читал и выбирал первые места в городе. Плавание, гимнастика, ходил я на лыжах, стендовый моделизм, нумизматика, авиамоделизм и радио, а также и борьба. То есть есть, есть чем вспомнить мое детство. И все это было просто, таков был коммунизм. Мы, конечно, развернулись не по-детски, но и сын мой, и сын ваш, и ваша дочь могут это сделать. И тут вопрос только к вам. Что вы видите? Просто все раньше было немножко по-другому. Сейчас город вырос. И чтобы всем этим заниматься, и как правило, и это должен делать родитель, без разницы кто. А иначе что получится? И даже думать не хочется. Да, кто-то думает, что я гружу своего ребенка. Но по сути-то нет. Он повторяет мою практику. Ничего нового не придумано. Просто можно в конце концов напрячься. Потому что я хочу видеть человека. Человека, выросшего вместе со мной. К счастью, не все потеряно. И тут надо понять, что мы профукали. К сожалению, вместе с медициной и историю, и радость человеческую. Хотя зачем? Что для вас нужно? Я по сути это вижу. Мы перестали бухать, как суслики. И вы не говорите мне, что только россияне отдыхают. Вы просто не видели, как куролесят англичане. Как отрываются немцы. Как любят еще кое-что. Китайцы и тайцы. Как японцы отдыхают и жители Индии. Поверьте мне, Россия уже и совсем не та. Нормальная Россия. Да, бомжей и уродов много. Но такие дети, я думаю, не будут козлячить на теле общества. Я постараюсь это сделать. Как и родители этих детей. К сожалению, то, что я вижу, проезжая из-за рубежа в страну бывшего счастья, непонятно. Кризиса-то нигде нет. Уж поверьте мне, все абсолютно нормально и ровно. Конечно, мы хотим быть круче. Но зачем, вернувшись на круги своя? Давайте просто пересчитаем. Зарплата до перестройки 450 долларов. Сейчас зарплата 460 баксов. Цены, поверьте, те же самые. А аппетиты разрослись. Так, может быть, забыть про аппетиты? Для меня лично главная забота о моем чаде. Пусть ему будет круто. Чуть лучше, чем мне, естественно. Да, всего много. Да так, в принципе-то и было. Появилось больше удовольствия. И можно это и сделать. И выкинув мысли о новой иномарке. И опять же, вернувшись к истокам. Вас тогда стоил 12 тысяч баксов. Во как! Как и на Кубе, к примеру. Но Куба и сейчас живет должным и правильным образом. Пенсии как были, так и вернулись. Нам, конечно, обидно за олигархов. Но мы ранее не знали, а теперь знаем. Просто раньше мы кормили в том же количестве все соц. страны. А сейчас олигархов. Да по сути чихать на них. То, что я вам объяснил, как жить проще. Не верьте? Ну, возьмите калькуляторы и пересчитайте сами. Я только что этим и занимался. А если жить проще, то и на детей время хватит. На грамотных и любвеобильных наших детей. Естественно.